только что первый раз выбил автомат шнайдер там по моему если я не ошибаюсь или ibb какой-то там венгерский короче автомат который на центральный аккумулятор на силовой стоит трехфазный по 50 ампер ну получается 150 ампер якобы он в параллель включенный и получается что ну как бы так сказать не знаю чего я включил и дальше поехал я думал может коротыш какой-то там или еще что-то случилось в итоге сейчас туман включены противотуманки задние дворники печка вебаста вентилятор печки ну и свет понятное дело что дальний был включен то есть ехал я километров 25-30 на гору реальную и получается как бы я не знаю напряжение нормально короче все везде нормально может вибрации бы дорога была в ямах короче на гору поднимался уже под конец горы выбил пощупал вроде не горячий что там что тепловое выбило короче прикол какой-то ну главное что легким испугом назад включу и поехал у меня раньше был 75 ампер три фазы большой такой клей мы были здоровые что-то его поменял на маленький короче решил что после шо выбивала быстрее как бы ну маленький быстрее вы действительно видите маленький выбил быстрее лужи но не знаю вода тут ни при чем можешь что там я не знаю саджим боксе потом его уже не по такой погоде а завтра может там подню открою вон на одном болту прикручен верхняя крышка но тоже пакетиком накрытый не знаю это не должно быть ничего короче такой прикол сообщаю вам что выбил автомат за два года первый раз и как бы получается что не знаю короче ничего не получается так нету предположений почему как точнее предположение есть на стопроцентной версии почему так случилось нет такие делища хотите пишите в комментарии что вы об этом думаете Вот это, что Ford Transit медленный-примедленный, что электромобиль медленный-примедленный. Они как в паре, два медленных аппарата. Ну как, при желании и ПЖО бежит 110 км в час, но это перерасход электроэнергии. И Ford Transit при желании бежит 100 км в час. Ну 80 это легко, а вот 100 это уже с горочки пустой. Так что они как созданы для друга ездить друг за другом. Такие отделища. Вот ванна чугунная. Помещается тютя в тютю по длине. И сидушку не складывать не надо ничего. Покажу вам летние кадры, как я засовывал ванну железную. Да и недавно вот фотку вам тоже вставлю. Засовывал железную ванну. А это именно чугунину. Тяжело. Ну в каком плане тяжело. Грузчиком тяжело на согнутую спину ее заносить. Все-таки она 106 кг вроде бы. Ну в районе 100. Не получается, что как бы ну... Одно дело в газель заносить или куда-то заносить. А другое дело сюда заносить. На полусогнутую. Ну спасает боковая дверь. Как бы сбоку хоп-хоп подкантовали. Ну это такое. Лирическое отступление. Начинаю. Еще выбросить. С дома молитвенного в конце рабочего дня ванной выбраться. То тогда предъявить скажу. Вот я не грузил. Оно еще и закроется. А вот тут откроется? Открывай, да. А ну, закрой. Не закрой. Докрой. Саня, а ты иди вперед. Ладно, а мы тут еще кусок... Чуть-чуть подвинули. Не, сейчас сделаем. Вот так. Ванну снимаешь? Сейчас, подожди. Сфоткаю. Ванну. Ну ванну, да. Скажу ванну маши. Почти получилось. Вот так женщины выезжают с парковок. Ну правильно, лучше 7 раз подумать, чем 1 раз сделать глупость. Ничего себе, аж на паузу уже хочется поставить. Так и сделаю. Вот так через паузу получилось. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Зима пришла, нежданно, негаданно. Ну, кстати, была долгая затяжная вавилет. Да, мне кажется, что я это сделал бы в 4-5 раз быстрее. Да, не ошибочка. Раз 15 быстрее. Теперь новая розетка не открытая на дереве висит, а стоит на столбе. На опоре, как сказал энергонадзор. Вот три раза ко мне приходили представители энергонадзора. ДДКС так называемый. Требовали, чтобы я с подоконника кинул на столб провод. Но я не стал с подоконника кидать. Кинул от дерева на столб. Теперь надо открывать ящичек, чтобы засунуть туда розетку. Ну, как бы так, вроде безопаснее от детей. Вроде бы как. Вот там на дереве так и висит вилка. Она герметичная, закрывается розетка висячая. Ну, все-таки. То есть такая технология. Там замочек даже есть. Ну, такой, конечно, примитивный. Коробка деревянная, кстати. Ну, типа, безопасная. Ну, короче, какая была. Есть мне железная. Ну, что-то мне железная, короче, будет наркоманов привлекать. Еще оторвут ради черняги. Двух килограмм. Сейчас в машине подогрев стоит. 500-ваттный. Греет аккумуляторы. Лифовские. Потому что уже сейчас минус 9 сейчас в данный момент. По бездорожью круто ехать. Ну, вес аккумуляторов, тем более старался все подперед напихать. Дает свое дело, что передний привод гребет. Хотя я подкачал колеса. Сделал 3,5... 3, по-моему. 3,2 что-то такое. Там манометр, бархал на два деления. Получается, что... Ну, как бы задние 3, передние 3,2. То, ну, так получше стало ездить. Хотя для зимы, наоборот, ну, вы поняли, там 2. Как бы не больше 2. Ну, это ездит, ездит хорошо. Хотя дороги такие, вы видите, неогу... Ну, такие... Стремноватые, короче. Есть такое понятие, как стравливание шин. Это джиперы, все знают, потому что бездорожье. И получается, что... Ну, то есть, наоборот, надо стравливать, чтобы сцепление с грунтом было больше. Но я подкачал, получается, как-то легче машинке с того ездить. У меня же все-таки электромобили. Это не то, что там больше бензина, расход меньше. Тут все-таки пробег играет роль. И получается, что мне легче так. Тем более, центральные все чищенные, как бы. Ну, более-менее чищенные, центральные. Я, в основном, по центральным езжу. Я редко-редко езжу, когда по вот такому. Где-то в частном секторе. Ну, едет, гребет. Смотрю, машинки буксуют, электромобильчик идет. Так что, пока я еще не определился, что лучше по проходимости. Электро или бензиновое. Есть куча версий. Получается, заключаются они в том, что... Тут нет уж сцепления, как бы. Я трогаюсь, как бы, плавнее. Легче. Но, с другой стороны, ну, было, что я по ровному и обуксовал. Газу чуть больше дал, как бы. Можно в натяжечку, там, со второй на такой машинке трогаться. Смотря какая дизель или бензин. Ну, короче, это может от умения вождения зависеть. Не знаю, чего зависит. Сто процентной версии нету, что круче. Электро и такая. Ну, в теории, по-моему, электро должна проходимее быть. Как по мне. Поснимать? На, ты снимай. Давай. Плываемся. Всем привет, да. Едем. Ну, она, как всегда, камера не передает ничего. Но тут такой тракториал. Он не уверен, что мы выедем вверх. Налево. Пока не буксует. Хотя были похожие вещи буксовало. Ну, едет, едет. Я жрю, жужжалка, камера не передает, да. Такие неровности и диагональные вывешивания. И все, короче. Ну, вроде бы, как едет. Как с таким удивлением? Тот употребляет почти на красном. Вот, сейчас поменьше ставлю. А ты что, видосы не это, не режешь, не монтируешь? Режу, режу, монтирую. Через этот, через сам ютуб? Да, ютуб уже убрал регистрация свой этот. Короче, дальше уже ровная, неинтересно. Хотя вон еще такая горочка, да, такая еще не кисленькая. Ну, мне кажется, туда уже легко выедем. Даже не в натях, а так. Это даже не буксанол. Да, да, не буксанол ни разу. Да, и это же частный сектор. Тут песок никто не сыпет, я так думаю. Там видно, что песка тут нет. Все-таки вес играет роль. Напихал сюда 10 аккумуляторов 30-килограммовых. 300 килограммов. Ну, и зимняя резина. Да, были моменты, там пора сбуксовал, но оно ж, когда надо снимать, не буксует. Когда снимаешь, все хорошо. В следующем году, на следующий Новый год сделаю юфсю в Гирлянде. На коленях свои. На коленях свои. На-на-на, поснимай. Что? Я она не видно. Давид, осторожней! У меня есть фишки! Вот сюда? Вот так? Хватит! А можно мне тоже зажечь свою? Всё! Разорвётся! Разбился! Сделан! А это, видимо, всё осталось от снежка. Давай просто так? Да, зажигай. Давайте вот так вот. Можно? Так последнее. Отходим, отходим! Нора, Нора! Последний. Шарик провонялся. У тебя зажигалка? Шарик провонялся. Закончик держать. Давай. Милюка! Где папа? Они на минус. Где папа? Где папа? Где папа? Где папа? Где папа? Жил классе! Берите у меня огонёк. Кто хочет взять? Подожди, подожди. Вниз, вниз опусти. Кинг! А у него, видишь, дверь сразу расходится. Кинг! 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 Она потухла. Да! Кинг! Пааааааааа! Кинг! Кинг! Ну кто у меня? Где Айзи? Пааааа! Дайте мне одну. Уууух! Кинг! На морозе наведать, да? Не так, как летом. Я их летом запускал, зимой ни разу не запускал. Давай, смотрите, все сюда! Уже хочет, да, лететь, или еще нет? Не надо полететь! Делись в этом ходу, как папка. А, не надо лезть сюда. Адя, чтоб не ляпала на тебя. Нахреться должна. Где я сюда, внимание? Мы видим, видим все. Вон он! Влетает, отвезите! И кому-то в хату. Ой, не-не-не-не, смотри, смотри. Короче, не получилось. Не летел. Да, жалко, конечно. Да погрелись. Зимой, короче, оно плохо летает. А может и хорошо, а кому-то как выземлилось во двор. Ого! Нора, иди сюда, Нора, иди сюда.